Суть, так сказать, понимания этого, что не сами по себе какие-то определённые деяния, деяния, я бы сказал, такие благотворительные деяния, которые может совершать Церковь, являются богоугодными. Ибо такие же деяния совершают, точно такие же деяния могут совершать и буддисты, и мусульмане, и атеисты, и материалисты и так далее. Не сами по себе. А есть очень интересная мысль у преподобного Серафима Саровского, когда он говорит, что только то дело является добрым, которое совершается ради Христа. Мысль его какова? Не само по себе дело, внешний факт, вернее, может служить свидетельством того, что это добро, а то, из какого источника, по каким причинам исходит это дело. Оно, поэтому, это внешнее деяние, которое с внешней стороны может казаться добрым и верным, а казаться совершенно в другом ключе. И тогда оно уже теряет, если хотите, всю свою духовную силу. Не надо забывать, друзья мои, что каждое наше слово, каждое наше дело, оно влияет на тех, кому обращены они. Мы все влияем друг на друга. И когда мы говорим о церковном социальном служении, то в данном случае мы это имеем в виду в преимущественной степени, поскольку именно только правильное духовное устроение может принести и верные духовные плоды. Кстати, вот очень интересно, что даже вот современный наш русский писатель Михаил Антонов очень здорово подметил вот эту вот мысль. Вот, в частности, он писал, я выписал вам специально, «Человек, который в материальных благах уже не нуждается, а потребности в духовном развитии не воспитал, страшен. Человек не раб потребностей и внешних обстоятельств, он существо свободное, но телесное, потому нуждающееся в удовлетворении потребностей и испытывающее влияние среды. Очевидно, существует некий ещё не сформулированный наукой закон меры, согласно которому человек, минимум потребности которого удовлетворён, он обязан во избежание саморазрушения подниматься на более высокий уровень духовной жизни. Если этот закон не соблюдается, то материальные, плотские потребности получают гипертрофированное развитие в ущерб духовной сущности. Причём это справедливо как для индивида, так и для общества. «Современный этап истории капиталистических стран с засилием в них массовой культуры явно то положение подтверждает». Вот видите, он подчёркивает, что о необходимости вот такой гармоничного отношения между материальной и духовной стороной как человека, так и общества. В противном случае происходит разложение как общества, так и человека. Кстати, вот однажды в Финляндии на заседании епископ, лютеранский епископ Тови Айнин однажды вот так охарактеризовал современную психологическую ситуацию на Западе. Согласно некоторым исследованиям, более половины населения на Западе потеряла цель жизни. Я вообще удивляюсь, более половины. Это любопытное исследование. Мы уже убедились в том, что предметом работы психиатров будет являться чувство уныния, тоски в гораздо большей степени, чем самострадание. Поводом к самоубийству часто бывает экзистенциальная опустошённость человека. То есть всё время подчёркивается мысль, но она известна с древнейших времён, и об этом говорит христианство, что духовное состояние человека не обусловлено его внешним положением, что это вещи всё-таки различные. И хотя человек требует и одного, и другого, тем не менее, самое главное в человеке – это его правильный дух. И поэтому социальное служение, если мы говорим в церкви, оно должно быть прежде всего направлено на это. На что? На воспитание, на проповедь Христа. Причём какую проповедь Христа? Даже вот я сказал проповедь Христа, я немножко испугался, потому что сейчас только эти протестанты проповедуют Христа. Не просто Христа проповедь, а проповедь правильной христианской жизни. Вот что является самым важным. Потому что только при правильной духовной жизни возможно признание Христа. Там, где нет этой жизни, Христос будет принят не Христос, а Антихрист. Вот, как я вам в прошлый раз цитировал этого протестантского автора. Поэтому для церкви нет другой цели. Нет цели именно просто материальной помощи людям, внешней помощи людям. Задача церкви другая. Через, если хотите, даже эту внешнюю помощь, через это направление деятельности, которое связано с какими-то актами благотворительности или другими вещами, самое главное, на что направляется её деятельность, это действительно проповедь Бога, проповедь христианского образа жизни, проповедь покаяния. Обратите внимание, и Иоанн Креститель, и Господь, выйдя на проповедь, первое, с чем обратились к людям – покайтесь. Вот с чем связано. И даже когда мы занимаемся чисто внешней, внешней, кажется, благотворительной деятельностью, внешним социальным служением, наше внимание прежде всего должно быть обращено на это – покайтесь. Ибо все причины бед человеческих состоят в чём? В том, что мы постоянно раним себя. Мы все израненные, мы все больные, мы все в нарывах. Вот что важно показать, вот причины наших страданий. И если мы хотим, хотим что-то, хотя бы несколько, чтобы наша жизнь нормализовалась, необходимо покаяние. И, конечно, ради чего человек должен жить? Он должен жить ради вечной жизни, а не ради каких-то сиюминутных целей и решения каких-то только сиюминутных конкретных задач. Вот так. Я бы ещё хотел обратить внимание на один момент, очень важный. Это момент, касающийся монашества. Это очень серьёзный момент. Вот по мысли святых отцов, церковь существует и будет существовать до тех пор, пока в нашем человеческом мире будет монашеское делание. Видите, монашеское делание. Не монашество по форме, а монашеское делание. Прежде всего, конечно, к этому деланию причастны те, которые ступают на путь внешнего монашества. И поэтому оно, это внешнее монашество, должно особенно иметь все внешние возможности, то есть объективные возможности для осуществления своего монашеского делания. Надеюсь, это всем понятно. Значит, весь теперь вопрос. В чём же должно заключаться монашеское делание? Единогласное учение древних отцов. И у нас оно было долго. И состоит в чём оно? В утверждении что этим деланием монашеским является так называемое умное делание, сопряжённое с отречением от всех связей с мирскими делами. По крайней мере, максимального максимального отрешения от всех связей с мирскими заботами, суетой, делами, связями, отношениями и так далее. Монашеское делание невозможно монашеское делание без этого. И второе – молитва. Умное делание, как назвали они, без умного делания нет монашества. Но обратите внимание, как исторически идёт постепенная деградация. умное делание умное делание всё более отходит на какой-то задний план, чётко приобретает чисто формальный смысл. Молитва очень часто, необходимость участия в молитве подменяется всё больше псевдопослушанием, не послушанием, а псевдопослушанием. Очень понравилось всем, что послушание выше поста и молитвы. Этот замечательный тезис отцов приобретает подчас карикатурные формы, когда монаху не дают вообще никакой возможности ни почитать святых отцов, ни дать возможности, времени, даже и сил заняться чем? Молитвой Иисусовой. Вы слышите? Как только мы сказали умное делание, это прежде всего подразумевает молитву Иисусову. Затем, молитва сама – это молитва Иисусова. И даже само участие в богослужениях невозможно без того, что, пожалуй, вот тут, я не знаю, не ошибиться бы, но это не имеет особо принципиального значения. без того, что на отеческом языке называется богомыслием. В конце концов, что такое богомыслие, о котором они говорят? Это не молитва. Не смешивайте, пожалуйста. Это не молитва, а это осмысление, это рассуждение о правильном решении, решении тех вот жизненных вопросов, вопросов духовной жизни, которые стоят перед человеком на его пути духовной жизни. Богомыслие, то есть размышления, рассуждения о том, человек молится, у него болит сердце. Так в чём дело? Человек, кажется, пребывает в большом подвиге, ему начинают являться бесы. Почитайте, кстати, житие Варнауа Беляева. Я не захватил епископа, вам всем известно. Это искусство святости, которое он написал. Посмотрите, он начал, подвязался, его начали бить бесы, не как-нибудь, а бить. Иногда доходило до того, что он просто чуть не искалеченный был. Так, в чём дело? Правда? В чём дело? Как же? Не рассудить. Ещё что такое? Открываем отцов. При неправильном духовном подвиге бесы приступают к человеку. Очень скоро. При правильном духовном подвиге бесы только тогда приступают к человеку, когда он достигает бесстрастия. Ух, как интересно! Что такое богомыслие? Я смотрю, что случается, что происходит, где я не прав, что я делаю не так, как поступить, как правильно относиться мне, какое количество молитв, как относиться к подвигам, к подвигам аскетического характера и так далее. Слушайте, как много тут вещей, которые требуют, что осмысление, рассуждение, опять привожу вам тот пример, который связан, помните, с случаем, когда к Антонию Великому пришли старцы и рассуждали о том, что является главным в монашеском делании. Один сказал послушание, другой сказал молитва, третий сказал пост. Все сказали правильно. Каждый отметил важную сторону монашеской жизни, без которой она просто немыслима. Антоний что сказал? Антоний сказал, без рассуждения любая из этих сторон может оказаться не полезной, а вредоносной для человека. Нет добродетеля, где нет рассуждения. Какую великую истину он сказал? Какого рассуждения, братцы мои, не своим глупым умом я просто рассуждаю? Да еще умом, который находится во властях страстей, когда я могу так рассудить в угоду себе, что лучше не придумаешь? Какого рассуждения? Опять очень важно, критерием выяснения правильности для нас уже что? Согласное учение отцов по данному вопросу. вот не мое мнение. Там, где есть это учение отцов, вот тут я уже не сомневаюсь. Где его нет, тут уж, Господи, помоги и помилуй. Но, по крайней мере, если человек будет с рассуждением относиться к тому, о чем есть учение отцов, и исполнять будет это, тогда Бог поможет ему решить и те вопросы, по которым он не может сейчас найти должного ответа в совокупном опыте отцов. Вот, оказывается, какой важный вопрос, перед которым мы стоим. Вот, оказывается, какова ситуация. Вот, какое имеет огромное значение для нас вот то, о чем вот сейчас мы с вами это вот говорим. Вот, видите ли, вот эти вещи очень важны. Видите, что такое монашество? Это монашеское делание. Монастыри были чем? Теми пятачками, если хотите, где устраивались, где созидались наилучшие условия для осуществления этого монашеского делания. Вы слышите? Монашеского делания, где они могли действительно молиться, где они могли подвязаться, где они могли изучать святых отцов и заниматься богомыслием. в этих-то пятачках небольших находились часто больше, потом всё меньше, но истинные духовные руководители. как относиться теперь понимать, понимать, как монашество может служить миру? Мы говорим в служении церкви миру, как монашество может служить? Мы встречаемся с картиной абсолютно противоречивой. Монашество как раз отсекает все связи, все связи с миром, прекращает, насколько это возможно. Даже Иосиф Володский, который, помните, так возражал преподобу Нилу Сорскому, вы помните все это спор нестяжателей и Иосифлян, так, даже он, когда к нему пришла его родная мать, так, он, он не стал даже разговаривать, он сказал, мама, скоро мы встретимся и поговорим, не спешим, очень скоро, очень скоро, жизнь здесь что такое? Фить, и всё, очень скоро, даже, это, конечно, было очень-очень суровое, такое, ну, что значит суровое? Это был его исконный монашеский подход. Номер один было положение в мужских монастырях. Ни одной женщины, ни одного женского лица не должно появляться. Номер один. почему? И даже не потому, что что-то может грубое случиться, даже не думайте, даже это, тут и говорить уже нечего, тогда всё понятно. нет. Оказывается, ситуация-то какого рода? Оказывается, само общение женским полом, просто-просто общение, кажется, не связано ни с какими, даже, если хотите, страстями или чем-нибудь, даже уже меняет, уже меняет человека. Действует уже отрицательно. Он не может оставаться вот таким же абсолютно, таким, каким вот он находится, когда только в своей среде. это уже замечено, это вам скажет любой психолог, не надо никаких тут святых отцов, никаких святых отцов не надо. Это же факт, поэтому номер один было правило, что вы, раз как в Патерике был такой случай, ну, просто комичный случай, ученик идёт с своим старцем, ведёт его, ему 90 там с чем-то лет, и он спрашивает, куда ты меня ведёшь? Жить, ты же понимаешь, ты ни к чему не способен уже, всё, я тебя веду в город. Город? А что это такое? Говорит, ну, город, ну, там, где много людей, а там есть женщины? Ну, да, умру, но не пойду. Представляете, это звучит просто комично для нас, мы-то теперь, знаете, вы не представляете, чего мы теперь достигли, какого уровня бесстрастия мы достигли? Ну, вы понимаете или не понимаете, какого уровня? Молодые монахи, молодые игумены, всё, молодые девушки нас обслуживают, всё. Какого уровня бесстрастия мы достигли? Убиваем сами на корню то, что является, если хотите, средоточием, должно являться средоточием нашей духовной жизни? Если уж монашества не будет, тогда о чём вообще говорить? Что мы, мирские люди? Вот, суета, белка в колесе, наш ум весь рассеян, мы постоянно в заботах, делах, расстройствах и так далее, в постоянных контактах. Какое там умное делание? Дай Бог, хоть придя в церковь, хоть пять минут-то помолиться бы. Неужели это непонятно? И вдруг, когда создаются, кажется, такие оазисы, а оказывается, оказывается, пытка надежды. Стены есть, а проку нет. А проку-то и нет никакого. Всё наполнено, всё забито, и не только там приходят паломники что-нибудь. Нет, работает полно женщин в монастырях, женщин, девушек, всё тут полное ура! Чем это кончается? К сожалению, и нередко, и будет всё чаще это кончаться, не хочу и называть вам и так всем ясно. Мы не с какой-то другой планеты монахи берутся, а из той же, с той же грешной земли. И поражает только одно. Поражает, неужели мы смотрим на это и не видим? Что проку тогда, простите, если мы бедных этих монахов сажаем на раскалённую сковороду? Что мы делаем? Неужели не понимаем, что мы рубим, рубим под корень древо православия? В чём сущность, если хотите, назову неверным словом социального служения монастырей? Это неверно, потому что слово социальное уже предполагает, что общение. В чём суть служения монахов? Совсем другом. Вы знаете, беда, когда у нас нет никого человека, о котором мы бы сказали, Господи, слава Богу, ещё есть хоть вот такие люди, мы хоть грешные, так, мы хоть ничего не делаем, но есть всё-таки люди, которые молятся, которые живут по-христиански, ведь в монастыре это что такое? монастырь это такие условия жизни, которые являются наилучшими для чего? Все только говорят одно слово употребляют, для совершенства. Я весь в параличе, не могу двинуть ни одним пальцем так, и я говорю, что меня поместили в больницу для совершенства. Вы слышите? Вы слышите, какие роковые ошибки делаются? Какое совершенство? Разве это слово подходит? Нет! Это лучшие условия, если хотите, совершенные, как угодно, лучшие условия для чего? Для исцеления! Для исцеления! не так много в истории было, то есть, если взять всю историю, не так много было людей, не так много, которые исцелялись и могли действительно совершенствоваться. Помните, Илья Мурович сидел, 30 лет сиднем сидел, пока его калики перехожие не исцелили, помните? Что его было? Только исцелять можно было, но когда он исцелился, тут вдруг и проявил он свою мощь богатырскую. Так вот, в истории христианства только те могли говорить, но они никогда не говорили о себе, по крайней мере, только те могли говорить уже о совершенствовании, которые достигали вот этого периода какой-то, вы знаете, какой-то есть какой-то есть рубеж, рубеж, после которого только начинается то, что мы можем назвать совершенствование. До этого рубежа речь может идти только об исцелении. Так вот, монашество – это прежде всего есть то состояние. В монастыре есть то место, и монахи – это те люди, которые помещают сознательно себя, куда помещают себя? В лучшую больницу. Понимаете? Одно дело домашние условия, другое дело больницы. Какая? Где? Какая больница? Где помочь? Вот лучшая больница. Да? Там лучшие врачи. О! Больница! А не то, что нас наградил это Запад, когда всё только совершенствование. Тут же уже встреча со Христом, лапзание, обнятие, ведение и так далее. Ещё раз вам повторяю, в истории православия это совсем немного таких явлений, но оно начиналось только тогда. Я говорю, совершенствование, когда сначала человек как-то исцелялся. Тогда начинались постепенно эти тренировки совершенствования человека. Да и то, да и то, это мы условно можем назвать совершенствованием. Почему? Потому что в земных условиях, земных условиях, даже в самых лучших, достичь полноты исцеления практически невозможны. Как об этом писал Пимен Великий, о бесстрастии говорят многие, достигают его единицы. Большого достигали обожжения, большой степени обожжения достигали святые, но это ещё совсем не то, что является действительно полнотой обожжения. так вот, в чём же заключается служение монашества, монастырей? Не в том, друзья мои, совсем не в том, чтобы монахи, там и монахини с молодёжью крутились, ходили там во всякие дома, занимались медицинской помощью и так далее. Но совсем же не в этом, совсем же не в этом, а в том духовном состоянии, которое они могли бы приобрести, потому что, как мы с вами уже говорили, духовное состояние здоровое, вот это состояние обожжения, вот это стяжание Духа Святого, оказывается, даже состояние одного человека оказывает колоссальное воздействие на весь окружающий мир. Вот центральная линия. Я же вам, по-моему, приводил, не помню, или на пятом курсе, не помню, кому я говорил, помните, когда в Арсенуфе Великого спросили, почему сейчас Византийская империя находится в состоянии таком благоденствии, он ответил, есть три человека, молитвы которых возносятся как столпы огненные к престолу Божию. Вот в чём состоит. вот это забвение этого, что дух творит все формы, что духовное состояние нас определяет, если хотите, весь характер внешней жизни, забвение этого стало приводить к деградации монашеской жизни. В чём она проявилась? Прежде всего, монастыри мужские заполнилось женщинами. это прежде всего. Ну, сами понимаете. Да. Второе, а может быть, с чего началось, может быть, первое, монастыри стали обременяться, чем мирскими заботами, всякими постройками, расширением своих территорий, земельными угодьями. И чего только нет. В общем, то, что на современном языке, сейчас бы сказали, ну, это хорошая фирма. Вот, вот в чём причина. А это, вот этот процесс обмерщения, он убийственным образом, действуя на насельников монастырей, ещё в большей степени действует и на весь христианский окружающий мир. «О, если бы монастыри были бы действительно, стали бы светочами нашей жизни, если бы там мы находили людей, которые, которые, которые бы могли нам, что называется, показать так, куда светит ваш свет пред людьми, помните, чтобы где мы могли находить этих действительно руководителей, этих действительно светочей, если хотите, христианской жизни? Ну, что вы! Всё было бы иначе! Но процесс сползания начался уже давно, и он продолжается. Вы спросите, как сейчас, можно ли это остановить? Игнатий Бринчанинов, например, считал «нет». Он называл это «разгорячённые мечтательность», когда слышал слова о том, что вот возможно какая-то реорганизация, что-то такое сделать и возвращение к истокам духовной жизни, которая когда-то была. Он называл это «разгорячённой мечтательностью». Более того, он говорил «некому, некому мы, напротив, всё с большей силой слышим другое, которое сами монастыри толкают на выход из стен монастыря. Выход всё больше они применяются, чем чисто мирскими заботами. Вот это видим. И это не только, так сказать, сам ход жизни, а мы видим это даже и в соответствующих, ну, что ли, акциях, действиях и призывах к тому, чтобы монастыри занимались всё более активной внешней деятельностью. Даже не понимаем, что мы этим самым, ещё раз под корень рубим монашество, как таковое. Иоанн Лесичник свою Лесичницу с чего начинает? Первое слово – отречение от мира. Исаак Сирен с чего начинает свои слова подвижнические отречения от мира. Да раз это непонятно? Апостол Павел что пишет? Какой воин обязуется куплями житейскими, чтобы быть угодным воеводе? Действительно! Какой воин? Что он за воин? Ведь он занимается куплями житейскими. Нужен воин! Вот в какой ситуации действительно мы находимся? Конечно, я уверен, что есть еще довольно много, я уверен просто, и, кажется, приходится встречаться, даже еще много есть тех, которые искренне хотят истинного монашества. Хотят. Даже будучи поставлены в условия, в условия, далеко не соответствующие их стремлениям. это есть. Поэтому есть еще надежда на то, что еще пока существовать будем. Пока будем существовать. Пока еще есть такие люди искренние, которые стремятся и делают то, что в их силах. Ну, вот так, друзья мои. Я не знаю, если у вас есть какие-то вопросы, поэтому я бы сказал, очень насущному вопросу нашего времени, то пожалуйста. Вот это вот понятие отречения мира, вот оставить мир, может быть, был бы понятен для людей, которые занимаются умным монашеским деланием, они монастыря живут, но люди, которые обременены семьей, для каждого же человека, у каждого свои потребности, у каждого свое понимание от этого отречения мира. Как вот человек, который вот, ну, только начинает идти, как ему понимать, где отречение, а где уже безрассудство будет, когда он заставит детей быть голодными. Вы видите, когда я говорил об отречении от мира, то прежде всего говорил о монашестве. Но если мы вспомним, какое определение миру через и десятиричное, и с точкой, в отличие от восьмеричного и. Дело, вот хорошо, вот орфография дореволюционная, сразу давал нам понять, о чем идет речь. Если пишется мир через и с точкой, речь идет о чем Исаак Сирин пишет, когда мы хотим одним словом выразить совокупность страстей, мы называем это одним словом мир и с точкой. Правда, замечательно как? Вот, оказывается, что, напротив, и восьмеричное, это говорит уже об общечеловеческом, если хотите о космосе, вот, это совсем уже другое. О наших, если хотите, человеческих делах, это другое. Так вот, когда речь идет об отречении от мира, значит, прежде всего, это требуется от монашества, потому что невозможно достичь чего-либо, будучи связан куплями житейскими, как мы сказали. Но отречение от мира требуется не только от монахов, потому что если мы назвали этим мир и с точкой совокупностью страстей, то, наверное, это относится и к каждому христианину. Это к каждому христианину. В чем особенность монашеского? В том, что они смотрят, монашеса смотрят глубже, прекрасно понимая следующее, что трудно победить страсти, то есть отречься от них, будучи вовлеченным вот в эту даже обычную нашу деятельность, которая связана с чем? С приобретением хлеба насущного, с устройством этой жизни и так далее. Поэтому обратите внимание, что вы найдете в святцах мало семейных людей, зато найдете множество кого? Преподобных, то есть монашества. Монашество создаёт условия для этого очищения, для исцеления от страстей лучшие по сравнению с мирской жизнью. Поэтому, говоря о том, что можно посоветовать человеку, находящемуся в миру, то надо сказать, сказать такое, мы не можем и не должны и не имеем права ничего не делать здесь. Помните, апостол Павел, что писал, и говорят, тот, кто не заботится о своих, а тем более домашних, он отрёкся от веры и хуже неверного. Мы не можем, но мы должны понять, да, мы не можем встали на этот путь не идти по пути с и, с мира, с и, с точкой. Насколько возможно стараться этого не делать? Не увлекаться хотя бы этим, насколько это возможно? не заниматься тем, что превышает необходимость для нашей жизни? Вот, что мы можем только сказать для мирских людей, для обычных только людей, для большинства людей. Стараться здесь, насколько это возможно, в наших силах исполнять те заповеди, которых мы знаем, знаем из Евангелия и о чём говорит наша совесть. Вот, что мы можем сказать. Но освободиться от связей всех мы не можем, конечно, потому что мы здесь именно находимся. Не можем от этого. Монашество может, должно, потому что одно, вот эта связь с миром, порождает другое. Порождает, совершенно ясно. Поэтому монашество и освобождается даже от тех, я говорю, внешних, вот этих, насколько это возможно, хозяйственных, семейных, отказывается от семьи даже. Достаточно сказать только семья, всё ясно, уже всё. Помните, как я вам приводил? Только женившись, я узнал, что такое настоящее счастье. Но было уже поздно. Вот. Помните это. Да. А коли поздно, представляете, что это такое. Ну и все же знают, сколько забот здесь. Вот единственное, что можно сказать по этому вопросу. Может быть, ещё что-то вы хотите просить? Да. А если вы выходите в монастырь мужского, как бы с способами помощи духовной? А как бы нельзя, чтобы проходили в монастырь? Как это делать? Обычно этот вопрос решался таким образом. Кто-то, кого-то из монастыря мужского, обычно, обычно, это монах уже в хорошем возрасте, во-первых. Раз. Во-вторых, видели, что это монах, который всё-таки имеет более высокую жизнь, чем прочее. Его определяли. Он встречался с ними. Но немолодой монах симпатичный встречается с молодой девушкой, исповедует её. Правда? И исповедует, исповедует, никак оторваться не может исповедовать. Шевелательно было бы так, как, например, знаете, в Оптинском скиту было. В скит никто не смел женщину заходить. А там прям была вот эта келья отца Амбросии Оптинского. Вот откуда он выходил сюда, за стеной. Здесь эти входили к нему. Но в скит никто не заходил. Это, конечно, решение, я бы сказал, проблемы настоящие. И их встречал кто? отец Амбросии или там отец Макарии. Вот, собственно, идеальное решение этой проблемы. Но нельзя так, когда любой вас сейчас рукоположили и вас давай сразу исповедуют всех и вся. Ну, подумайте. Вообще интересно, неужели вот это не понимают никак, с чем соприкасается, что наступает, какая реальность психологическая. Неужели это непонятно? Неужели ему делать нет-нет, чуть-чуть у меня нет, да? Правда интересно? Нет, нет-нет, пусть привыкает, пусть привыкает на горячую сковороду, плюхно раскаленную, пусть привыкает. Что? Дело в том, что вопрос был такой, может ли человек, который не идет духовным путем, возьмем меня, да? И даст Бог, я буду священником, и какой-то должного уровня у меня нет. И вот человек приходит на исповедь и просит у меня советов, а я как бы теоретически знаю советы, читаю с этих отцов, знаю, что надо говорить, но сам этого не делаю. И я начинаю этому человеку говорить, делаю то, 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 хотя на себе это я не испытал, может ли это принести человеку тому вред? Потому что это, на мой взгляд, похоже, как кекарю придет человек и скажет, у меня глаз болит, а я ему даю лекарств только исходя из теории, а жизни-то практики нет. И что в этом случае как бы лучше делать? Подумать свой уровень или давать советы исходя из теории? Видите, в чем дело, были времена, когда стать пресс-фитером не так-то было просто. Более того, говорили, он домогается чести пресс-фитера. А теперь говорят, ты что, почему не рукополагаешься? Представляете, как изменились времена-то. На священца стали смотреть, как на какое-то чиновничество, что ли. Не важно, кто ты. Окончил школу? Давай. Ваш духовный уровень нас не интересует. Очень жалко. И в то же время понимаешь, чем вызваны эти требования. Огромное количество верующих, которые всем надо исповедоваться и прочее. И прочее. И даже освящать дома. Представляете? Вот задача-то какая. Так? Вот перед чем стоим. Но в отношении вашего вопроса я скажу так. «Коле уж стал священником, взялся за гуш, не говоришь, что не дюж, обязан по совести ответить человеку так, как считаешь искренне по совести, что так учат святые отцы. И так, и таково учение отцов применимо к данному человеку и к данной ситуации. Потому что далеко не все советы отцов применимы к каждому человеку. Безумен тот, кто какой-нибудь совет отцов данный каким-то уже так называемым новоначальным, да, которые были бы сейчас сказали мы это святой-пресвятой, да, и дать его человеку современному. Так вот, мне кажется, что священник обязан постоянно учиться. Постоянно просто учиться. И я уже говорил, по-моему, сегодня, нет, наверное, не вам, а предыдущему курсу, говорил о том, что этим учителем для нашего времени, исходя из тех оценок, которые мы слышим, лучшим учителем является действительно Игнатий Бринчинин, его творение. Потому что о нём просто с потрясающими, я бы сказал, панигириками говорили оптинские старцы. Просто удивительно. Макарий оптинский, Варсонофий оптинский, Никон оптинский. Не говорю там потом о нём, как говорили. Смотрите, Арсения Игумня Себрякова, Игумен Никон Воробьёв, старец Иоанн Валаамский. Посмотрите, все о нём, как говорят. Причём, не просто о нём говорят, а даже сравнивая с епископом, например, Феофаном, так даже очень сильные такие сравнения дают, что епископ, допустим, свидетель Феофан по сравнению с епископом Игнатием творение, это всё равно, что сочинение студента с творениями там профессора, например. Даже вот такие сравнения. Или сравнение, как снятое молоко или сливки. Вот, учитывая вот такой сон авторитетных свидетелей, не мы с вами думаем, а вот люди бесспорно духовно опытные, многие из них причислены к лику святых даже, учитывая их. Мы, наверное, должны соответствующим образом и реагировать. Нужно необходимо изучать творение святителя Игнатия Брянчанинова, если мы хотим хоть немножко понимать духовную жизнь. И должны, исходя из этого знания, насколько мы можем, насколько поняли, говорить людям. Говорить, смиряясь, что сам я другим говорю, а ничего не делаю. А сам не такой. Друзья мои, если мы будем со смирением это делать, Господь поможет нам и вразумит нас и подскажет даже Господь, что из святых отцов взять. Если же мы будем научать сверху вниз, и то доброе даже, что мы прочтём у святых отцов, у нас будет смешано с ядом, и никакой пользы, я боюсь, мы тогда не принесём. Со смирением, с полным осознанием того, что я совсем не тот, кто мог бы давать людям такие советы. Сам я где? Со смирением, слышите? Там, где не будет смирения у священника, в его отношениях с людьми, там не ждите никакой пользы. Её не будет. Особенно ужасно, ещё раз вам говорю, когда он будет давать это сверху вниз. Учтите это ради Бога. Это критерии, это внутренние критерии, в которых ничего не видно. и это не просто критерии, а это то, что определяет содержание нашего духа. С каким духом мы говорим? Отравленным или здоровым? Вы слышите? Когда у меня самомнение, я говорю, когда это отравленное слово, оно не даст пользы и может, более того, повредить человеку. Со смирением надо, с осознанием своего недостоинства, тогда наши советы, я думаю, Господь, видя наше смирение, Господь и советы наши, так сказать, направить должным образом. Я вот полагаю, вот так нужно это делать. Вообще, друзья мои, надо запомнить, там, где не будет смирения, там не будет Бога, потому что в смирении только содержится истинная любовь. вот, вот ларчик драгоценный, в котором содержится вот та величайшая драгоценность, именуемая Богом. Только в этом вот это надо помнить. Это смирение, поэтому должно для нас всегда являться критерием, критерием смиряться надо. То есть, что значит смиряться? Ну, видеть себя, смотреть себя, кто я, ну, что вы? Что бы обо мне люди не говорили, как бы не хвалили? Всё это чепуха. Вы же понимаете, они ж не видят, не знают. Я-то себя ж знаю. Ну, неужели это непонятно? Потом, что такое человеческое мнение? Сегодня осанно, через неделю распни. Это надо понимать. Это очень серьёзная вещь. Спасибо за этот вопрос. Это надо действительно иметь всегда в виду. так, ещё, что вы бы хотели спросить? В наше время, как мы знаем, оскудили духовные руководители, как найти правильный принцип пользоваться духовной литературой святыми отцами, потому что мы сами знаем, что всё неприменимо к нам, да? Ну, мы явно видим, что к нам неприменимо, но какие-то боли уже, если ниже спуститься, уже можем не заметить, как бы думать, что мы на каком-то уровне, там ещё что-то. Ну, в общем-то, я дал вам сейчас совет, когда указал на святителя Игнатия Брянчанинова. Потому что так у нас самих ещё нет критерия, по которым мы могли бы сразу взяли и увидели, например, книжку, и увидели. Уж что-то какие-то грубятину мы ещё можем увидеть, а чуть потоньше и не можем. Вот я вам говорил, Порфирий Кавсо-Колевит, который говорит, не боритесь со страстями, а любите Христа. Кажется, настолько очевидные вещи, ужас, антицерковные вещи. Вся Греция молится на этого Порфирия. Порфирий, который увидел весь Апокалипсис, точно так, как это было. Вы слышите, что творится? Вся Греция молится на него. попробуйте приехать в Грецию и что-нибудь скажите, что Порфирия не то. Вас съедят живьём и всё, и ничего не останется. Скажите об этом Порфирии, который подсмотрел, как старец молится, и тут же от него получил дар непрестанной молитвы и дар прозорливости. Сразу два дара. Вы слышите? И этот Порфирий уже фактически канонизирует. Вы видите, перед какой действительно сложной ситуацией мы сейчас стоим. Вы только подумайте, какое невидение, какая слепота. Поэтому-то и очень важно нам руководствоваться бесспорными критериями. Почему я всё время говорю Игнатию Вринчанину? Потому что о нём, вот видите, как говорят опчинские старцы, его целый ряд я вам привёл, он великолепно, применительно к нашему бедному времени вот изложил учение отцов. То учение, которое часто давалось, ой, не только, так сказать, новым. Они же давали учение-то и отшельникам, и святым, и там великим людям подчас давали советы. А мы можем не разобраться, а Бринчанинов вот дал нам изложил. Вот это очень важно иметь в виду. Но в отношении духовников, то надо же учесть, что тот духовник, который требует себе послушания, явно показывает свою гордость. Своим истинным духовник следует по стопам Христа. Не называю вас рабами, а называю вас друзьями. Я другу не могу командовать. Ну, невозможно друзьям командовать. Я могу только советовать, могу убеждать, могу призывать. Что ты делаешь? Да, но никак не могу приказывать. Это совершенно ясно. Это один из очень хороших критериев. Многие лжедуховники себя сразу обнаруживают. Вот хотя бы этим явлением. Второй момент, который также обнаруживает их, это учение от самих себя. Не от святых отцов, а от самих себя. Когда он свое ни на кого не ссылается. Посмотрите, при ничем тот пишет. У него какой подстрочник всюду? Пишет тот отец, другой, третий. Постоянно ссылается на них. Посмотрите, у Феофана тоже самые свидетели. Они постоянно ссылаются. А возьмите тот же Порфирий Кавсоколевит. Как вы относитесь к святым отцам? Я их очень люблю, но признаюсь вам по совести, я их никогда не читал. И от себя начинается учение. Вот это второй очень, конечно, очень важный такой тоже критерий, который нужно иметь в виду, чтобы не ошибиться. предупреждает, прежде, нежели вдаться кому-то, проверь, испытай и, так сказать, искуси всего кормчиво, чтобы тебе вместо пристани не попасть на камни. Вы слышите, как? Не бросайся! Не бросайся! И отношения с ним, с духовником, какие должны быть? Отношения только совета. И в зависимости от опыта и видения того, насколько это благоразумный человек, насколько искренне, его советы будут восприниматься с большей степенью или меньшей. С кем-то я встречу, встречусь и уйду, разведя руками, а с кем-то я, ой, ой, и опять, и опять пойду. То есть требуется что? Большая осторожность, потому что он предупреждал Игнатия Бринчанину, строго предупреждал душепагубное актерство и печальнейшая комедия старцы, которые принимают на себя вид древних святых старцев, не имея их духовных дарований. Предупреждение – это Иоанн Лейсвичник VI век еще предупреждает об этом. Бринчанинов в середине XIX века со всей силой предупреждает об этом. Конечно, вы знаете, шапка на вору горит, что называется. Вот эти цитаты в ярость приводят лже-духовников. Поднимается шум такой. Попробуйте вы только сказать публично об этом. Ой, вас обвиняют в гордости и не знаю в чем, что вы дерзаете, говорит, против духовников. Каких? Каких? Есть духовники, есть лже. И святые отцы предупреждали, всячески предупреждали – смотри, не попадись. Петр Дамаскин прямо говорил – как много пострадал я от неопытности духовников. Поэтому предупреждает. Вот так. Так что здесь нужно быть очень внимательным и осторожным и трезвенным в подходе к решению этого важного вопроса. Православие говорит, что корнем, основой, основой создательной деятельности человека. «Академия» «Отвен веселы» «Отвен